Дамы и господа, здравствуйте, с вами компаника финансов, я Артем Андрей. Сегодня, как обычно, по среднему, в финансовой мультимосфере обсуждаем стратегии на платежах и опционах. В доллар у нас пойдет цикличный пророссийский рынок, ну и, собственно, обсудим, что можно по текущей ситуации делать. Вопросы давайте в чат право нижнего вашего экрана, запись смотрите на YouTube, youtube.com.br.kf. Так, ну давайте перейдем сразу к делу, сразу к делу, посмотрим на изменение объема трек экспозиции, которые произошли за неделю. Если мы посмотрим на март, то тут, то в явном виде, ну, кардинально, конечно, ничего не изменилось по текущим ценам. Да, при текущем цене базового актива, сверху, выше него у нас в основном позиции только по колам, которые в основном накоплено 30 тысяч контрактов на 150-м страйке, но не такие большие объемы от этой позиции, чтобы пока можно было их рассматривать, как какие-то опционные барьеры. То есть, в общем-то, все в целом размазано, и каких-то конкретных уровней, кроме, скажем, 70-го, страйк нельзя выделить, хотя, ну, 20 тысяч контрактов это тоже немного. Февраль, февраль, февраль. На феврале у нас ситуация более интересная. 160-е колы у нас вышли в деньги, да, мы видим за неделю и больше всего. Приросток с 45 до почти 75, да, 73 тысячи, 73 с половиной тысячи контрактов у нас прибавилось. Путов в 160-е десятых прибавилось значительно меньше. Ну, и, собственно, дальнейшие колы, 165-е, 170-е, у нас тоже прибавляется, что, в общем-то, это хороший сигнал для покупателей, вообще для буковки. Ну, и, конечно, больше всего мне нравится привоз по 160-му страйку. Здесь вообще вопросов-то особо и нету. Так, это что касается дневния объема открытых позиций. Еще одна такая деталь, ну, может быть, уже обращали внимание, ну, вот я, например, понял только сегодня, что 110-х опционов у нас на февральской серии нет. В февральской серии отсутствует. Еще такая дырка, думаю, это у меня проблема в поставке данных, а нет. Оказалось, что действительно не 110-й колов, не 110-й февральских петов у нас, в общем-то, нет. Ну, я не думаю, что это большая проблема, поскольку это на 30% ниже рынка. И ликвидность, как обычно, на таких удаленных страйках у нас не велика. Еще один такой момент. Очень интересно сейчас смотреть на рынок в целом, поскольку если у нас раньше все бумаги двигались практически в одном направлении, в едином, сейчас мы видим большую раскорреляцию, да, того, что там ВТБ и Сбербанка, и Лукоил и Роснефть, то есть каждая бумага на рынке, я надеюсь, начинает обретать свою модель поведения, свою динамику, конечно, рынок 4-й и сохраняется, но вот такое изменение сущности, я думаю, принесет какие-то новые тенденции, новый интерес к нашему рынку, ну, хотя объем торгов у нас до сих пор остается на не высоком уровне. Ну, это АПК-4 марочки. Так, что у нас было, у нас были, в общем-то, все позиции, гамма положительные и направленные наверх, да, я помню, насколько я помню, ИСБР перевернули, и, собственно, рекомендация моя была одна из последних покупок колов при пробитии максимумов, там 161, по-моему, максимум был. Тут, собственно, в основном все хорошо, ничего особо делать не надо, ну, в общем, я бы не стал ничем заниматься. Приближается экспирация, да, временной распад у нас начинает увеличиваться, чуть больше двух недель у нас до этого события. Ну, в этом плане, как обычно, можно заняться моим любимым делом, это продавать опционы, собственно, с ближайшей экспирацией. Если сейчас посмотрим с вами на рынок, то это, подходим к 165-му страйку. Полотенце сейчас у нас небольшое, да, если мы будем смотреть на улыбку февральскую, то, собственно, даже меньше 20-ти у нас, 170-й страйк, 165-й, да, 170-й. Это все не большие какие-то опционные цены относительно яд. Но, тем не менее, в общем-то, на таком неспешном рынке можно как раз вот и реализовывать стратегии по продаже колов через страйк, на мой взгляд, будет в текущих условиях оптимально продавать все опционы, да, то есть 170-й колы до экспирации у нас осталось с вами... Так, сейчас посмотрим, сколько это будет в днях. Так, 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 так. А у нас осталось 16 дней минус сколько у нас у нас у выходных. 2, 3, 4, 4 выходных, 12 торговых сессий. Ну и, соответственно, если на графике просто правый край сделаем на 12 шагов, то вот мы с вами будем визуально наблюдать, куда не должна прийти цена до экспирации, чтобы мы получили максимальный объем прибыли. Думаю, что при текущей волатильности, да, в текущем направлении тренда, что в лучшем случае цена сюда придет. Ну, а сами понимаете, рынок может поменяться. Собственно, меняться будем мы с вами. Ну, а пока шарты по 170-м колам. На 10 контрактов вы видите, премия совсем небольшая. Ну, тут, собственно, необходимая маржа под это 67 тысяч. Но для того, чтобы снизить маржу, я обычно рекомендую еще покупать следующий страйк в том же объеме. То есть это получится... Так, 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 так. Нитерально не сделал. Покупать 170-й, это у нас 175-й. Для того, чтобы обрезать хвост и, соответственно, таким образом, снизить гарантийное обеспечение, да, у нас будет такой вот проданный спред. Соответственно, глошка под это мероприятие у нас сейчас будет снижена практически в 2,5 раза. 30 тысяч на 10 контрактов она составляет. Ну, и чтобы, собственно, компенсировать объемы предыдущей прибыли, которые были снижены за счет купленных 175-х колов, можно увеличить объемы проданных. То есть если у нас 10 купленных колов снижает потенциал прибыли на примерно, сколько получается, процентов 20, да, то объемы по проданным колам, ну и, соответственно, купленным, тоже можно увеличить процентов на 20. То есть, ну, по прикидкам, колл спред 170-й, 175-й на 12 контрактов будет эквивалентен, по будущим прибылям, если цена не вырастет выше, чем 170 тысяч пунктов, просто проданным колам со страйком 170 тысяч. Так, давайте еще раз сможет пересчитаем. Ну, немножко она выросла, 34 600 пунктов. Ну, немного, немного согласитесь, поскольку на тот же объем 10 проданных колов маржа будет у вас в два раза больше. А маржа, конечно, вырастет в течение времени, как только у нас цена будет приближаться, не цена, а экспирация будет приближаться, максимальная дельта в лимите колебаний фьючерсов тоже будет увеличиваться. Соответственно, маржа будет расти. Ну, к этому времени можно будет там докупать фьючерсов, в случае просто цены базовой активы, ну, если депозит позволяет, то, в общем, держать такой объем без всякого хеджирования и каких-то лишних телодвижений. На сегодняшний момент основные риски – это продолжение роста цена актива. По большому счету можно добавлять фьючерсы в портфель для нейтрализации тельта где-то по 164 500-165 тысяч пунктов по фьючерсам МНХ РТС. То есть, на мой взгляд, на текущий момент, на текущей волатильности это как раз будет один из сигналов на продолжение роста. Фьючерс можно вообще позицию, не по полной дельте, дельта текущая. А, ну, кстати, да, и по полной дельте можно один фьючерс добавить. Собственно, как раз и дельта будет нулевая, и наклон будет в правую сторону увеличен. Позиция будет частично зафьючерсов. Ну, и, собственно, закупать мартовские колы. Сделать какие-то уже календарные позиции. Но пока самый простой вариант – это при росте цены базового актива выше 164 500-165 и докупать фьючерс на текущий объем. То есть, на текущий объем 13 проданных для скупленных при заданной дельте этого, на мой взгляд, будет достаточно. Временный распад на нашей стороне. Задний примерно – это 340 пунктов. Распад стоимости проданных опционов, ну, и, соответственно, вместе с скупленными. Максимум будет достигнут на 160 500. Здесь это будет составлять до почти 400 пунктов. Не так много, но, как вы знаете, временный распад, точнее, время увеличивается, ускоряется. И в данной ситуации время на нашей стороне. На нашей стороне только риски роста базового актива, от которого нужно уже окупаться фичами. Вот, в общем-то, вот мои идеи на сегодняшний день такие. Основную информацию я предоставил. Помните всегда о рисках. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат. Право, не видно в вашего экрана. Если вопросы окнают, то позвольте отклониться. С вами был Архив Сандэй, компания Китинанс. И встретимся с вами в это же время, в 13.00 в Москве, в пятницу. Будем говорить про соферсные рынки, про что мы обычно с вами говорим. Все. Удачной торговли, удачного дня. Берегите себя и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!